Микс Ньюс Да, ну что, уже завтра у нас пройдет Тимастерскап Латвия Состается он, кстати, в интересном месте В центре деревянной Рига На улице Красу Атайо Правильно я все излагаю, Гундага? Да, это правильно Кока Рига находится недалеко От Зедвендар, всем известного Парка В центре города И Кока Рига является Очень-очень атмосферным местом Для чайпития, именно из-за этого Мы его и выбрали Для проведения, да А шестой год уже будет проходить Вот этот вот чемпионат, а в этом месте он впервые, да, будет? Да В предыдущие годы мы проводили Конкурс В Рига Фуде, но в прошлом году Мы как-то почувствовали Что стоит конкурс разделить В двух частях Одну более атмосферную, потому что Чай, по сути, требует Все же атмосферность определенная И вторую часть будем проводить Также в Рига Фуде В начале сентября Но там будем проводить Те номинации, которые не требуют От себя Настолько такого Атмосферности Да, тщательного внимания Потому что Категории, которые будут проводиться В Рига Фуде Это Тей-тестинг И Миксология Миксология Это С капелькой алкоголя И Тестинг Это Где просто Дегустация Участник, да Дегустировать Десять разных чаев А Рига Фуд Имеется в виду Кипсала, получается, да? Да, именно так Выставочный зал Ага Ну, шесть лет Вот за шесть лет Я думаю, что Можно говорить о прогрессии Уж точно не о регрессии Как изменился Этот чемпионат? Скорее всего, он расширился Да, как минимум Да Первые годы мы проводили Вообще В своих чайных И Очень Таком Узком кругу Чайных любителей И сейчас Конкурс Во-первых Возрос По числу Участников Возрос По Нашей способности Выиграть На международном уровне И Возрос В Рамках Самого мероприятия Потому что На данный этап Мы Позволяем И городскими Жителями Свободно Приходить на мероприятия И люди С удовольствием Это делают А участники Это исключительно Ну Учитывая, что это Латвийский чемпионат Это будут жители Латвии То есть В правилах Написано Так что Либо с видом На жительство Либо Гражданин Литерально Либо С видом на жительство Либо Гражданин А то есть Не граждане не могут Раз уж мы коснулись Этимы Окей, понятно Да, ну тогда Ты уже озвучила Четыре категории Мастерство Приготовления чая Чайная композиция Закуской Там тоже указывается А вот что Вот это за 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 категория И какая Какая закуска Предполагается И Какая подходит Вообще К чаю Да, это очень Интересный вопрос Во-первых Да, действительно Завтра будет Проводиться Две номинации Это Заваривание чая И Чайная композиция Заваривание чая Это просто-напросто Используя Любой способ Заваривания Чайного листа Подать Самую Вкусную Чашечку чая Там Не важно Она холодная Горячая Каким образом С какими Методиками Она заварена Самое главное Это Превосходный Напиток Да Но только Чайный лист Камелис и Ненсис Вторая номинация Это Композиция Чая И закуски Там Намного Интереснее Потому что Там можно Использовать Во-первых Участник должен Приготовить Две композиции Одна Мастерская Которая Он подготовил Уже дома Заранее Тщательно Продумал А вторая Это Организаторские Композиции Там имеется Ввиду Что В предыдущий Вечер То есть Уже Сегодня Вечером Участникам Выдаст Черную коробочку Ну Секрет Бокс Черный ящик Да В котором Будет Неизвестные Продукты Заранее Не виденные И Из этого У них Надо быстро Сообразить Что Кулинарные Способности Подключаются Что такое Интересное От этого Приготовить И подать К чаю Например Коробочка Может быть Разные Сухофрукты Орешки Морские Водоросли Разные Крема Что угодно Йогурт Сыр Неважно Ну То есть Разные Пишевые Продукты От которых Вместе Надо сложить Интересные Композиции Которые Можно закусить К чаю Это вообще Ну Как бы Не Как бы Скать Не завышенные Требования К чаю Ведам И мастерам По чаю Потому что Здесь подключаются Уже такие Кулинарные Способности Получается Да Это правда Что подключаются Кулинарные Способности Ну Поэтому Человек Который Участвует В конкурсе Он может Выбрать В которые Из номинаций Он будет Участвовать Он может Участвовать Только в Одну Номинации В несколько Или во всех То есть Каждый Человек Который Работает С чаем И в чае Он Чувствует Себе Более Опытным Или Его Более Интересует Какой-то Один Грань Может быть Но если он хочет победить То он повысит себе шансы Если он во всех категориях Участвует Правильно я понимаю? Тоже не сказано Потому что иногда Стоит хорошо подготовиться К одной из номинаций И Сделать акцент На какую-то одну Будет оценивать Субъективно Ну объективно Но все-таки Сами оценивать Какой-то эстетический момент А с другой стороны То что касается Дегустации Там все как Я не знаю По факту Человек угадал Или нет Правильно я понимаю? Именно так Да И причем Тоже судим Оценивание Делится на Несколько частей Они Оценивают И визуальное Проявление И Способность Человека Обосновать Свой концепт И Непосредственно Уже Вкусовые Ощущения Да Но вот Кстати Когда вы Однажды приходили К нам в эфир По-моему Два года назад Вместе с вашим коллегой Андреем Балановым Он рассказывал Он тогда стал победителем На Китайском Чемпионате Всемирном Да Это получается Всемирном чемпионате По чайной церемонии Он рассказывал тогда Что Выступление Вот эта вот Чайная церемония Сопровождается Твоим Объяснением То есть Ты все делаешь И параллельно Ты говоришь Микрофон Который у тебя Прикреплен Да У вас тоже так Происходит Именно так И Это Конечно Ставит Некоторую Такую Дополнительную Ответственность На участника Потому что Чайные люди В основном Достаточно Тихие По природе Да Вот о чем я говорю А тут надо оратором стать Да И поэтому В самом-то деле В городе Наблюдается Что есть такие Чайные мастера Которые По сути глубоко Разбираются В чае Но в конкурсах Не участвуют Потому что Это все же Тебе снимает Ты разговариваешь В микрофоне Но тебе Свет и внимание И это Не всем Не всем нравится Ну а что Что вы об этом думаете То есть Это же Получается Немножко так Ну не то чтобы Несправедливо Но Как будто бы Не до конца Этот чемпионат Проявляет Все вот это мастерство Потому что Определенная часть людей Которые действительно Свойственны Вот Чайным любителям Ну быть таким человеком Больше В себе Может быть Или по крайней мере С тенденцией Быть в себе Они отрезаны Получаются Во-первых Тогда стоит Понять Концепт Чайного турнира Потому что Изначально Он В России Когда зарождался Он зарождался Как такая Платформа Обмена Знания И Коммуникации Людям Которые Занимаются В чайном Отрасли Да То есть Это В самом-то деле Платформа Коммуникации И Если ты Воспринимаешь Это Больше Не как Конкурс Но как Платформа Коммуникации Когда ты Встречаешься С чайными Людьми Которые Ты Иногда Весь год Не видишь И Видишь Новые Рецепты И Какие-то Новые Новые Идеи Тогда Это Очень хорошо Работает Если Ты Принимаешь Как гонку За местом Тогда Это Конечно На тебя Накладывает Другой Какой-то Груз Это Не то Чтобы Соревнование Это Не Победа Здесь Важно Другое Потому Что Выигрывает Совершенно Все В самом Деле Просто Участвуя В Так Потому Что Во-первых Совершенствование Тебя Как Личности Ты Отрабатываешь Какие-то Такие Навыки Которые Ты В Ежедневном Употреблении Чая Даже Как Чайный Мастер Не Отрабатываешь Потому Что Ты Отрабатываешь На Публику И Еще Очень Важная Грань Что Мы Все С Чемпионатом Отбираем Какие-то Люди Которые Можут В дальнейшем Публично Презентовать Чай То есть И Такие Люди Очень Нужны Чемпионаты Их Помогает Отбирать И Вырастить Иногда Не могу не спросить Вы Скали Что Все Выигрывают Но Шесть Человек Победителей Они Получат Право Участвовать Не шесть? Нет Я хотел сказать Что участвовать В международном Турнире По чайной Церемонии Не так? То есть Номинации У нас Четыре Значит Каждая Номинация Есть Один Победитель Этих Четырех Людей Мы Берем На себе Ответственность Отвозить На Международный Финал И Там Уже На нас Накладывается Определенная Ответственность Страну Наилучшим Образом Показать Четверо Четверо Человек А еще Какие-то Призы Подразумеваются Или только Это и есть Главный Приз Это Конечно Главный Приз Потому что В основном Мировые Чемпионаты Где-то В Азии И это у тебя Бесплатное Путешествие В Азию Которое В Себе В Себе Включает Чемпионат И Обычно Еще Программа По Чайным Садам По Производствам Общение С чайными Людьми Из Более Чем 20 Странов Мира Ну Конечно Есть Еще Какие-то Местные Призы В виде Чая Книгов И Остальные Атрибутики Да Ну Слушатели Да Я ожидал В принципе Что Не оставят Без внимания Вот эту реплику По поводу Участия Граждан Людей С видом Ножительства И Спрашивают Нас Почему Все-таки Неграждан Не допускают Людей С видом Ножительства Запускают А других Нет Ну Да Мы В самом-то Деле Эти правила Не придумали Мы Следим Общими Правилами Мастерскап Интернашнл Который Во всех Странах Именно Таким Образом Правда Не граждан В других Странах Нет Да То есть У нас Есть Общие Правила И Мы Как Национальный Организатор Следим За Международным Правилом А Миксология Вот эта Категория Тоже Меня Интересует Там Везде Где можно Предпочитать Фигурирует Вот этот Алкоголь То есть Это что вообще Это получается Уже такой С уклоном В барную Какую-то Историю Коктейль Смешивание Получение каких-то Коктейлей В том числе Алкогольных Это вообще С чаем Ну Нормально вяжется Во-первых Да Нормально вяжется Во-вторых Опять же Да Очень важно Понять Границы Между Каждой Номинацией Потому что Эти номинации Не зря Четыре Они четыре Из-за того Чтобы Всего лучше Видеть Из разных Граней Чайных Мастеров И Это еще Делает Чай Более Понятным Для Разных Отраслей Например Это чуть-чуть Спутывает Эти Такие Очень Иногда Трудные Грани Что Чайные Мастера Они Как будто От всех Отходят И ни с кем Не дружат А тут Мы Пробуем Все же Чайную Композицию Представлять Что Мы В ресторане И Чайной Миксологии Представлять Что Чай Интегрируется В баре И Это Очень Очень Важно В самом деле В прошлом Году Мы Из-за Своей Упорности Не хотели Понять Эту Границу Что Миксология Это все же Барная Тема И Отправили На Мировой Чемпионат Девушку Которая По сути Более Чайный Мастер И На Мировой Арейне У нее Не Были Настолько Хорошие Результаты Потому Что Организаторы И Судьи Которые На Мировом Чемпионате Они Все же Хочут Видеть Классическую Барную Представление Да О Использовании Чая В коктейлях Это Все же Шейки Это Все же Барменские Навыки Да И Это То есть Если хочется Просто заваривать Чай Тогда Это Мастерство Приготовления Чая Да И не надо Мешать Номинации Это Само Это Дель Очень Интересно Потому Что В барах В Европе Америка Очень Часто Чайно Алхогольные Кофейно Алхогольные Коктейли Все же Начинают Использовать Все больше А есть А есть Какие-то Классические Рецепты Уже Устоялись Более Менее Ну Такие Стандарты Чая С добавлением Алкоголя Во-первых Старается Все же В рамках Чемпионата Эти рецепты Не повторять Я даже имел Ввиду Не в рамках Чемпионата А в целом Среди Ну Потребителей Такого Продукция Да Ну Конечно Есть там Классика С черным Чаем Ромом И Такие Дела Бальзамами Да С бальзамами Но Все же Больше В чемпионате Мы стараемся Новые Новые Рецепты Новые Новые Грани Разбивать Экспериментировать Да Но Я так понимаю Что Даже В течение Этих Шести Лет Когда Мы В этой Активной Чайной Фазе Пребываем В Латвии Уже Достаточно Много Есть Призеров И победителей И на международной Вот этой арене По чаю Получается Ну Можно сказать Что Латвия В этом плане Выделяется По крайней мере На фоне Соседей В России Ты уже упомянула В 2013 году Все это было запущено Значит ли это Что Россия Тут занимает Тоже какое-то Видное место То есть Откуда у нас Вот эти вот Навыки Все-таки Нет какой-то Великой чайной Традиции Как будто бы Это самом-то деле Очень интересно Да Сейчас на обучение Судей Приехал Главный судья Из Москвы Денис Шумаков Он как раз Отмечал Что вроде Такая маленькая Страна Латвия Да И страны Сейчас в чемпионате Участвуют уже Около 20 или больше Потому что В этом году Опять новые и новые Добавились Я уже Странные Да Потеряла счет Но Латвия Как-то удивительно Хорошо выступает И мне кажется Что это Как-то связано С Тем Что латышам Есть какая-то Внутренная Правильное Ощущение Пропорции Красоты И инновации И Ну Как-то Наша природа Очень Очень хорошо Интегрируется В этом чемпионате Потому что Есть такие Чайные страны В которых Очень много Людей живут Например Та же самая Турция Которые Которые Просто По сути Их Ощущение Понятия Чая Никак не Интегрируется В этом чемпионате И они Можут Участвовать Сколько лет Подряд И Никак Ни Одно Место Никогда Не займет Потому что Во-первых Они пьют С сахаром И они пьют Такой чай Как они пьют И как они пьют И они Никак А сахар Это сразу Красный свет? Не сказано Что сахар Это Красный свет Но например Когда Чаек Просто с сахаром И закуски Бахлава Это не до конца То что Судьи С Максимальными Баллами Будет Да Получается Ближний Восток Он таким образом Отрезается Потому что Это Турция И все что вокруг Тоже Или нет Нет Потому что Например Сейчас В этом году Иран запускает Да У них Вообще Участников Организаторы Говорили Больше чем Восемьдесят У них Три дня Происходит Там Очень-очень Развита Тоже Эта тема И У них Как-то Все же Люди Которые Работают В чайной индустрии У них Есть Классика Жанра И есть Какие-то люди Которые Стараются Копать Глубже Да Потому что Когда происходит Мировой чемпионат Мы же не можем Смотреть просто В рамках Национальных Да Потому что Нам Более интересно То, что На мировом арене Происходит И на мировом арене Очень важно Видеть Разнообразие Но Классика Всем уже Более-менее Поднадоела Да Потому что Есть Даже Слоган Чайного чемпионата Это Инновации И Перфекционизм Перфекционизм Да Либо Либо ты идешь В перфекционизме В классике Либо Экспериментируешь Либо Экспериментируешь Да Они как-то Не до конца Отрабатывают И просто Делают А что сейчас В авангарде Экспериментаторства Чайного Ну так Примерно Последний год Два В самом-то деле Я Я хотела бы Видеть Что-то Что меня Сильно Удивило Ну До сих пор Там Играет Жидким Азотом Разными Холодными Завариваниями Кофейных Сифонов До сих пор Интересным Образом Используют Потом Это Это как Кофейные Сифоны Это Ну Кофе Это не метод Что они просто Используются Да-да-да Используются Аппарат Который Аппарат Который Обычно Используется Для заваривания Кофе Используется Для заваривания Чая Потом Есть такая Мода На Стиль Алла Лаборатория Ну То есть Такие Маленькие Пипеточки И Всякая Такая Микро Микро Да Алхимия Но В самом-то деле Ничего такого Сверх Удивительного Я все время Жду Когда Новое слово Да Но кстати Вот эта вот Любовь Латвии К чаю Подтверждает И даже Опросы Самые обычные Вот Последний Который мне попадался На глаза Он правда Пару лет назад Был проведен Но я не думаю Что за это время Что изменилось Он показывает Что Латвия Вот строго чайная страна Если выбирать между чаем И кофе Но это классическая Черно-белая Но по крайней мере Больше процент людей Сказал что он Предпочитает этот напиток В то время как в Эстонии Пятьдесят на пятьдесят Примерно А Литва Наоборот Строго кофейная страна Такие близкие соседи И такие разные результаты Да Но В Латвии Наверное И в Латвии Люди вообще Отвечая на этот вопрос Наверное Подразумевают Не только Да Чайные растения Но и травы Тогда да Конечно Потому что каждый В деревне имеет Ромашку Мяту И ванчай Все прочие дела А как чайные эксперты В твоем лице В частности Относятся К этой культуре Которая Вот здесь она Очень богата Действительно Я великолепно отношусь Но Я Настолько Много выделяю Внимание Для Чайного листа Что мне меньше времени Остается Для внимания Для трав Но я их Пью Я их Собираю Но Не настолько В высоком Уровне Как Как могло бы Думаться Вот Что я не сказала Про Наши участники Которые С очень хорошими Результатами Участвуют В мировых Чемпионатах Это действительно Зацепило То что Уже Три года Подряд У нас Есть Какая-то Из призовых Мест Иногда Даже Несколько Как Началось Это В Сеуле Пару лет Назад Когда Девушка Взяла В тестинге Первое место Дегустация Угадала Угадала Два Два Вторых Места Одна Девушка Элина Лодко Из Чайной Лузем Взяла Второе место В тестинге И Первое место Никаких Глубже Разбирается Им Интересно Обычная Тема Достаточно На турнире Происходят Они Страны Меняются На все Азиатский Регион Чемпионат Мира Вот смотрите В прошлом году Добавилось Как уже Упоминала Иран Добавилось Индонезия Я имею ввиду Местопроведение Местопроведение Они Стараются В основном Выбирать Чайно Производящие Страны Я Предполагаю Что это Из нескольких Факторов Из Того Что Они Достаточно Богаты Чтобы Принять В гости Настолько Большое Количество Людей Потому что Это Около 150 Человек Из всего Мира Такой Достаточно Большой Емкий Чайный Праздник Во-вторых Конечно Тем людям Которые Выступают От стран Европы Сейчас еще Канада Америка Им Все же Хочется В рамках Чайного Чемпионата Еще Посещать Чайные Сады Чайные Производства Которые Там Представлены Да Конечно Я предполагаю Что Вот В этом году Добавилась Еще Канада Америка Что Америка Достаточно Большая Страна И Когда Когда-то Они Будет Способны Принимать Чайные Чемпионаты И у себя И в самом-то деле Там Есть даже Некоторые Места Которые Производят Чай Поэтому Неудивительно В принципе В Америке По-моему Но Вот я думал О своих Чайных Впечатлениях Историях Я в принципе Там Такой Достаточно Классический Обыватель Потребитель Чая Но Я вспомнил Как Однажды Мне Мой Польский Друг Дал Попробовать Чай Из Бразильской Ягоды Асай Это Какая-то Загадочная Ягода Может быть Вам Известно Вот об этом И Просто Это Преподносилось Как что-то Такое Редкое И я Хотел Спросить Насколько Латвийским Мастерам И Соответственно Потребителям Доступно Сегодня Доступен Уже Любой Чай Там Наверное При помощи И представляет Такую ценность Сиюминутную Вот Или Сиюсекундную Даже Да Конечно Интернет Это Великая Великая Вещь Да И В самом-то Деле Если Мы Говорим Непосредственно О Чай Чай Которые Не разные Ягоды И травы Которые Просто Интересные Из разных Уголков Мира В Чай Чай Конечно Есть Такие чаи Которые Либо Очень Очень Маленьких Количествах Либо Из Очень Специфичных Регионов Которых Трудно Купить Или Такие Рецепты Которые Производятся Только Определенное Времени Из Определенного Года Или Из Определенной Фабрики Остались В мире Очень Мало Ну Есть Не знаю Достаточно Популярная Фабрика Минхай Которые Производят Пуэр И У этой Фабрики Есть Определенные Рецепты Какая страна Китай Это в Китае Есть Определенные Рецепты Этого Пуэра Которые На рынке Стоят Уже По пар Тысяч По десятке Тысяч Долларов По 357 Граммов Блинчика Есть Я Постоянно Слежу Чайными Акционами Да Там Иногда Проявляются Такие Очень Очень Интересные Чаи Которые Самое Делие Коллекционеры Покупают Не для того Чтобы пить А Покупают Как Предмет Инвестиции И Для Того Чтобы Потом Перепродавать Опять Потом Чайные Ценители Например Может Иногда Гоняться За Какими-то Чаями Которые Произведены Из Старых Деревь Где-то Вьетнам Еще Где-то Лаос Которые Очень Очень Маленьких Количеств Да И Трудно Их достать Очень Трудно Да Хватает А вот Чайная Чайная Культура Чайная Тусовка Назовем Так В Латвии Да и в мире В принципе Она Насколько Она Элитарна То есть Насколько В нее Просто Затили Есть Какие-то Ну Критерии Заповеди Которые Все-таки Требуются Чтобы Соблюдались Ну и Насколько Эта культура Она еще Консервативна Я так понимаю Что раньше Она была Консервативна Там Условно Говоря Известно Что В Японии Долгое Время Насколько Понимаю Женщины Не допускались Например До церемонии Там И наоборот Вот Сейчас Насколько Это все Стало Таким Массовым Явлением Или все-таки Сохранило Какую-то Закрытость Мне Кажется Что Любой Человек Который Влюбился В чай И начал Его Усиленно Употреблять Как Любитель И Потом Потихонечку Пробираясь Вглубь В знаниях Этого Напитка Может Легко Вписываться В чайную Тусовку Как ты Называешь Потому что Я не обижаю Людей Из того Мира Все хорошо То есть Двери Для всех Открыто И Действительно Когда Происходят Какие-то Чаепития Где Участвуют Люди Из всего Мира Обычно Это В каких-то Гостиницах В номерочках Или В парках Недалеко От Мест Происшествия Чайных Встреч Тогда Можно Наблюдать Насколько Разные Люди Встречаются За чашечкой Чая Есть И разные Социальные Классы Разные Жизненные Опыты За спиной Есть Разные Возрастные Категории И Не стоит Как-то Сильно Разделить Что чайный мастер Обязательно Должен Босиком Ходить Или С длинной Бородой Наоборот Что всегда Должен В белой Рубашечке В пиджачке Но если говорить О социальных Моментах И о кофе Которое для тебя Тоже Не чужой напиток Совершенно А вот Кофе Тоже очень Интересная история Вплоть до того Что его называют Например в Англии Революционным напитком Потому что За чашкой кофе Когда оно Стало Когда оно связалось Вот с этим Утренним Ритуалом Или полуденным За чашкой кофе Часто обсуждали Какие-то Вот эти моменты По там Свержению Свержению власти В 19 веке По крайней мере И кофе Известно Что определенную Революцию Вот этой вот Массовости Произвел Сеть Starbucks Которая сделала Просто его Массовым напитком И У меня просто Возник вопрос Насколько Вот мы Близимся к тому Чтобы чай Тоже Перешел в эту категорию И я с удивлением Почитал Подобное Он перекупил Какую-то чайную сеть И хочет из нее Сделать что-то Более массовое Но вопрос В том Насколько Вот Насколько Это правильно То есть С одной стороны Это невероятная Популяризация С другой стороны Это вот Выход на рынок Такой совсем уже Массовый Как ты к этому Относишься? Ну Во-первых Чай Уже Один из самых Популярных Напитков На этой Земле То есть Он массовый И Как в каждом Продукты Которые Массовые Все же Есть разные Уровни И Ну Не будет Такого Что Дикорастущий Чай Который Продается В маленьких Количествах Где-то Из Лаоса Будет Представлен В Старбаксе Ну Не будет Такого Потому что Ценовая Политика Все же Свои 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 Границы Как-то Диктует Конечно И Наблюдается Старание Как-то Выводить Например Сейчас Когда я была В Москве В любой Пиццерии Заходишь И там Китайский Пуэр Вполне Продается Как Вот Асам Пуэр И Мята Например То есть Конечно Становится Более Популярно Но Цена Диктует Я думаю Там Невозможно Из Определенных Ценовых Рамок Это сделать Сильно Массовым Да Что бы Еще хотел спросить Вот Такая новость Может быть Провокационная Просто Она широко Обсуждалась Если Говорить О новостях Связанных С чаем Буквально Несколько недель назад В научных Журналах Стала Перепубликовываться Такая новость Достаточно Резонансная Что якобы Горячий чай Может вызывать Рак пищевода Читала об этом? Нет Я не читала Это очень широко Обсуждалось То есть Обсуждалось Насколько это Фейк или не фейк Но тем не менее Очень Многие издания Это перепубликовали Я не хочу Останавливаться Конкретно На этой новости Но Если так Обобщить Больше Насколько Спустя Все эти Тысячи лет Сколько уже Человек знает Чай Мы знаем С одной стороны Его возможная опасность Если отталкиваться От этой новости И с другой стороны Все его свойства Полезные Целебные И так далее Насколько он раскрыт Уже В полной мере Тоже Вопрос Об экспериментаторстве Кстати Чай конечно Изучает И По моему Во всех вопросах Которые Изучают Разные люди Каждый Водится По каким-то Своим Целям Которые они Соблюдают При изучении Того Или иного Напитка То же самое Про кофе Один доктор Говорит полезно Второй доктор Говорит нет Не полезно Так как я Данную информацию Я не читала Честно говоря Что-то Наверное Было слишком занято С организацией Вероприятия Не замечала Надо Надо посмотреть Кто исследовал И Что там новенького Но Мало верится Что Возможно Ключевое слово Там Горячий Да Потому что У нас Было Много Споров С китайцами Которые Кипяток Глотают Крутой Кипяток Я говорю Как же так Это Не до конца Хорошо Хорошо Поэтому Вот нам От Слушателя Только что Поступил вопрос Какие местные Травы Ну мы уже сказали Травы Это конечно И чай Это немножко Разные вещи Но тем не менее Они родственные Какие местные Травы Латвии Нужно Заваривать И пить Нужно Ну Нужно Совет Наверное Какой Чем земля Богата Скажем так Земля Богата Земля Очень Богата Сам Это Дели Я Тут Была В Пляв Саптека И У меня Было Очень Большое Удивление Что Сам Это Дели Какие-то Маленькие Цветочки Даже Не до конца Знаю Для чего Их Используют Потому что Есть же Два Разных Вида Как Как ты пьешь Растения Ты пьешь Ради Вкуса И удовольствия Или Лекарственных Целях Если идет Речь о Лекарственных Целях Тогда надо Смотреть Что болит И с чем Будем лечить А ради Удовольствия Все же Все же Самый Такой Интересный По вкусу И самый близкий К чаю Это будет Иван Чай Который Когда интересно Ферментирует Своими Ручками Является Очень многогранным Напитком Вот Но Травы Они все же Обладают Очень Интересными Свойствами Каждый Из них Надо просто Подбирать Под себя Это не стоит Употроплять Просто Потому что Потому что Да Пора нам Заканчивать Еще раз Напомним Что завтра Уже Начнется Чемпионат Подчаянной Церемонии Ты Мастерская Платфия Он пройдет В центре Деревянная Рига На улице Красу Таю Ну и второй Этап С 4 сентября Только Начнется Осенью Это Рига Фуд Там Будут Другие Категории И вход Открыт Для всех Я так понимаю Там Никаких Ограничений Нет Вход Открыт Для всех В любой Рубашке Босиком Не босиком И Вход Свободный И Легче Всего Найти Улицу Красу Таю Проходя Через Прекрасный Парк Зидуандарс Спасибо Гунда Гасилнец Основатель Латвийского Чайного Общества Был у нас В гостях